Что такое капитальный ремонт? Капитальный ремонт – это восстановление изношенных конструкций, системы коммуникации любого многоквартирного дома, чтобы он соответствовал современному стандартному жильету, которое необходимо сегодняшней жизни. О реализации региональной программы по проведению капитального ремонта на территории Саратской области, о положительных моментах, ну и, само собой, об отрицательных моментах, без них никуда нельзя, и о путях решения данных проблем я бы хотел сегодня рассказать. Мы бы хотели сегодня рассказать. Краткосрочными планами на территории Саратской области с 2015 по 2020 года запланировано проведение ремонтных работ в 4986 многоквартирных домах. Это те дома, которые находятся в общем котле, на котле регионального оператора. Также есть спецсчет, так же, как и в ваших регионах, но это всего лишь 600 многоквартирных домов, и 568 миллионов у нас было потрачено на данные цели. За 2015-2020 года, к сожалению, было отремонтировано всего лишь 51% от того количества, которое было запланировано на указанный период. Но сумма, которая была потрачена, к счастью, не маленькая. Это более 4 миллиарда 255 миллионов рублей. Огромная цифра подчеркнул. И мы, конечно же, сталкивались с некоторыми определенными проблемами. В 2020 год определенной степени прорывным стал в данном направлении, потому что произошли некоторые изменения, о которых я скажу дальше. И у нас уже 3500 аукционов было объявлено за 2020 год, подчеркнуло. И 2260 договоров мы заключили. Что к этому привело к определенному положительному моменту? С целью более оперативного решения проблемы, по крайней мере, большинство квартирных домов располагается на территории областного центра города Саратова, в декабре 2019 года передали функции технического заказчика от фонда муниципального образования города Саратово в лице шести районных администраций. И уже дальше они также, можно сказать, дублировали функции, которые выполнял ранее фонд. Потому что они больше знали свои территории, лучше знали свои дома. И до этого, честно скажу, была определенная критика со стороны города, фонда, что мы плохо взаимодействуем. Но, конечно же, в Саратской области не все так идеально складывается, что большие цифры мы получаем с населения и, соответственно, дальше реализовываем. Есть и определенные проволочки. Первая проволочка касаемо взыскания денег и средств с должников. Здесь фонд капитального ремонта сталкивается с огромными проблемами. И с 2021 года этих проблем станет еще больше, потому что действующим законодательством необходимо собрать определенный пакет документов. В рамках гражданского процессуального кодекса необходимо такое количество документов собрать, чтобы подать на должника, что проходит определенное время, затрачиваются денежные средства. Подчеркну, что срок исковой давности здесь также три года, с момента последнего платежа. Поэтому здесь очень часто, к сожалению, по объективным причинам данный срок нарушается. Напомню, что действует моратория на сегодняшний момент на пение по взысканию данной задолженности. Также подчеркну о том, что необходимо вводить новый механизм для получения персональных данных. На сегодняшний момент любой фонд капитального ремонта в любом регионе для того, чтобы запросить персональные данные по одному или другому собственнику, вынужден, к сожалению, оплачивать денежные средства для того, чтобы эту выписку в Росрействе заказать. А это, опять же, и время, и деньги. На уровне Российской Федерации это не урегулировано, и нам необходимо вносить, конечно, определенные изменения. Федеральный закон необходимо их инициировать, не замалчивать, соответственно, поднимать. Также отмечу, наверное, еще одну проблему. Проблема, связанная со спецсчетами. То есть на практике у нас, как у депутатов, часто слышим такое о том, что переходить с общего котла на спецсчет там лучше и быстрее все это реализуется. К сожалению, это не всегда так. И к нам на приемы поступают, и уже это обширная информация, что на спецсчетах не всегда все лучше происходит. И когда люди сталкиваются с отрицательным опытом спецсчетов, они переходят обратно в общий котел. Или бывает наоборот. Ты в общем котле переходишь на спецсчет. Здесь мы также сталкиваемся с определенной неурегулированностью и с определенной неурегулированностью в части взыскания задолженности. Потому что здесь нет ответственного того, четко нет ответственного того, кто это должен взыскивать, кто это задолжен, должен взыскивать с момента перехода. Со спецсчет на общий котел и наоборот. Ну и последняя задача, наверное, которой в любом случае каждый сталкивался, это объекты культурного наследия. Вот нам удалось 66 регионов изучить по данной проблематике. В 66 субъектах Российской Федерации 12 882 дома это объекты культурного наследия, которые, как вы знаете, стоит ремонтировать не по такой же денежной составляющей, как и для обычного дома. Как правило, стоимость в таких домах в два раза выше, чем стоимость обычного квартирного дома. Здесь мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая проблема, когда люди говорят, почему мы должны оплачивать по двойному тарифу. Те люди, которые не проживают в объектах культурного наследия, назовем их культурные дома. Вторая проблема, есть такие объекты культурного наследия, когда у нас какой-то конструктивный элемент один, потому что там кто-то проживал, заявлен объектом культурного наследия дом, а с виду он обычно является, ничем не отличается от другого. То здесь, опять же, по двойному тарифу необходимо оплачивать данный ремонт. Ну и третье, необходимо, конечно же, согласиться с чем? Согласиться со многими экспертами о том, что объекты культурного наследия в рамках капитального ремонта необходимо включать, наверное, в какую-то отдельную дополнительную программу, в зависимости от значения, там, муниципальное, региональное, федеральное значение. Потому что на сегодняшний момент мы на многих площадках это слышим, но ни в какую программу это не вышло. И, к сожалению, здесь объективно, по-честному нашим избирателям мы не можем ответить. Поэтому это одна из проблем, которые я тоже предлагаю, что нам необходимо будет зафиксировать. Я думаю, что у всех есть проблема, связанная с объектами культурного наследия, с их ремонтом, реализацией. Нам необходимо тоже будет доносить до дальнейших ее исполнителей для того, чтобы можно было вносить какие-то изменения в федеральное законодательство, либо какие-то федеральные программы. Практика реализации областной программы капитального ремонта насчитывает уже 6 лет. По состоянию на сегодняшний день, краткосрочный план на 2015 год исполнен на 91%, 2016 год на 91,7%, 2017 год на 64%, 2018 год на 46%, 2019 год на 39% и 2020 год на 21%. Проблемные вопросы, Евгений Александрович, вами озвучено. Действительно, они требуют законодательного регулирования, действительно, они требуют помощи на федеральном уровне, потому что, собственно говоря, это тот камень преткновений, который мы на своем уровне в области никак не можем перешагнуть для того, чтобы более качественно завершить работу и доложить уже окончательно о том, что мы исполнили программу тех же 2015-2016 годов на 100%, а именно 91%. Основная проблема, как вот я считаю, при формировании краткосрочных планов была допущена ошибка, что районы, которые формировали планы и, соответственно, министерство, поскольку это было нововведение, и никто не понимал вообще, как действовать в 2014-2015 году, были сформированы краткосрочные планы, как бы, грубо говоря, запихали все свои проблемные моменты, все проблемные дома, которые нужно было ремонтировать. У нас конкретно в Саратовской области так и произошло, у нас практически почти 5000 домов в эти три года нам приходилось ремонтировать. То есть планку поставили такую высокую, что как бы не в первые 2-3 года как раз не понимали, как ее достичь. Соответственно, сейчас при формировании, вот в этом году формируется план на следующие 3 года, мы эти ошибки начали и уже уложили дома, уже по силам, которые можем выполнять, и, как бы, я думаю, проблем уже реализации не будет. Второй момент при реализации программ, почему мы сподвигли на то, чтобы передать полномочия в администрацию, это то, что мы, эта проблема взаимодействия между подрядчиками, между заказчиками, с самими жителями, потому что сами администрации районов, они, как бы, в поле видят все эти проблемы, им проще взаимодействовать с управляющими организациями. И вот этот эффект, когда мы передали полномочия в муниципалитеты, сразу показал свое действие, потому что стало меньше проволочек с просто там, я не знаю, приходят ремонтировать кровлю, а их не пускают на чердак, да, то есть они могли взаимодействовать, быстро организовать с управляющей компанией, с старшими домами, и вот это вот вроде бы такой житейский момент, но он себя очень эффективно показал. То есть, когда только передали полномочия в администрацию, эти вопросы сразу полностью снились. И в том же плане, это же, когда уже ответственность ложится в качестве заказчика на администрацию, то есть они более грамотно сформируют сам досрочный план, потому что нам пришлось более 500 домов исключить из программы по причине их аварийности и непригодности для проживания, чтобы переместить их в другую программу. Это тоже немаловажный момент. И третье, на чем я остановлюсь, это сбалансированность самой программы, то есть сейчас мы понимаем, как ее считать, да, мы уже понимаем, какие все эти расценки, вначале это было непонятно, и мы сделали сейчас предложение по увеличению тарифа, у нас один из самых низких, наверное, в Российской Федерации, от 2 рублей, причем он дифференцирован, в селах он и в поселениях там 2 рубля, в Саратове там около 6 рублей. Поэтому тут тоже те ошибки, которые допускали, соответственно, чтобы коллеги тоже учли в своей работе дальше, вот как я своим опытом просто делюсь, с тем мы столкнулись. Уже не говоря о том, что мы постоянно совершенствуем систему по ценообразованию, по привлечению подрядных организаций, вот, то есть чтобы было конкурсные следа, потому что у меня в 15-16 годах были единственные там аукционы, где был единственный подрядчик, сейчас у нас постоянно переход, ну, в рамки торгов там по 4-5 подрядчиков, благодаря вот этим всем мерам.